Все мы гордимся, что казахстан по территории занимает девятое место по миру. Но мало кто знает, как наша страна стала такой большой. Это второй выпуск Тарих Марых, и сегодня мы узнаем, как казахское ханство увеличило до таких огромных размеров. Для начала напомню, что Кирей и Жанебек ушли от Абулхаира и создали свое государство казахское ханство. Кстати, пускай мы везде упоминаем про Кирей и Жанебека вместе, но они не правили одновременно. Первым ханом был Кирей, хотя многие решения они принимали сообща. А вот вторым ханом стал Жанебек. Наш первый хан, основатель государства Кирей, сделал очень много. И мое первое решение в качестве хана, это переименовать столицу в честь Кирей Хана. Подожди, подожди, такого не было. Ну это и так, для абсурда. Так вот, как вы помните с первого выпуска, в то время нашим ханом помог правитель Могульстана и Сембала и предоставил им землю. Хороший мужик, правда? Но он умеет. После смерти Сембала на Могульстан еще сильнее начали нападать ойраты. Напомню, это предки джунгаров. И тогда казахские племена, которые жили в Могульстане, начали кочевать в казахское ханство. Стоп, 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 стоп. Вы, наверное, подумали, если казахское ханство только образовалось, то откуда появились другие казахские племена? Не бойтесь, я объясню. В первом выпуске я рассказывал, что во всех государствах жили тюркизичные народы, а некоторые из них были очень близки. Так, например, в Могульстане жили Дулаты Юйсуны, в Нокаскорде Конрад и Найманы Канла Бойша Адайцы, в сибирском ханстве жили Капчаки Аргены, в ханце Булхаире, можно сказать, проживали почти все казахские племена. И с образованием казахского ханства эти родственные племена начали кочевать в новое государство, где они наконец смогли объединиться и дружно жить вместе. За счет этого казахское ханство стало еще крепче, но оно до сих пор казалось маленьким, и что его можно взять на раз-два. Так думал я Булхаир, и он пошел на новое государство. Но Булхаир был уже не молод и умер в дороге. Как там? Плохо. Кирей и Жанебек ушли от меня и освободили народ от многих налогов. И все к ним рванули. Короче, развалили мое государство. Таким образом ослабевает Абулхаирское ханство, а казахам помогает Сибирское ханство и Ногайцы. И казахское ханство начинает расширяться, завоевывая все новые и новые города. А завоевать города было легче, ведь там жили казахские племена. Так, например, в битве за город Саванах с внуком Абулхаира Шабани жители города сами открыли казахам ворота в город. В то время происходящему в Средней Азии позавидовали бы создатели Игры Престолов, так как все друг с другом воевали и союзы постоянно менялись. И было понятно лишь то, что ничего не было понятно. Посмотрите сами на этот беспредел. Вначале казахов поддерживал Магулистан, а тимуриды были противниками Магулистана. Потом они стали союзниками. Абулхаир тоже был противником Магулистана. А затем его внук стал другом Магулистана. А тимуриды начали поддерживать казахов против Магулистана. Короче говоря, характер этих союзов часто менялся в зависимости от хода сражения и интересов ханов. В результате всего этого распадается Магулистан, и казахи забирают себе район джетсу. Абулхаирское ханство также распадается, и землю переходит опять же казахам. К тому же сибирское ханство и наугайского рода слабеют, и казахская земля становится почти такой же большой, какой она является и сейчас. Все это происходило в течение 120 лет. Таким образом все родственные племена наконец собрались вместе под одним флангом. А у меня теперь вопрос к вам. А вы когда-нибудь задумывались, почему казахи себе назвали казахами? И что вообще означает это слово казах? Это вы сможете узнать в следующем выпуске. Для этого вам надо поставить лайк, написать коммент, нажать на колокольчик, постираться, позаниматься спортом, покушать банан и еще шатар до сиевжет.